всем привет сегодня я хочу посадить луковицы каллы вот такая кала пикассо интересная и одесса такой интересный цвет бордовый черный это такая необычайного цвета тоже кептайн про майс промисс в общем такое название я учила немецкий поэтому на английском читать хорошо вот эти луковицы я купила в эпицентре вот таким образом они запакованы в этом кулечке имеются дырочки чтоб судя по всему луковица дышала луковицы небольшие вот и я хочу посадить попробовать что из этого получится что нам понадобится естественно сами луковицы теперь я подготовила вот такой вот горшочек он видите такой прямоугольный небольшой где-то тут около трех литров всего с поддоном там внизу дырочки вы видите и вот собственно сам поддон естественно не сдержалась купила такие приспособления для посадки вазонов не сдержалась вот такие вот грабли лопатки такие миниатюрные прикольные надеюсь они мне пригодятся в посадке так что еще смотрите также имеются мне вот такие горшки на два с половиной литра они бы конечно подошли на каждую луковицу но луковицы очень маленькие и есть опасения что ничего из них не получится вот а если получится то слава богу и когда те небольшие луковицы тут прорастут то три как раз калы будут вот так вот красиво смотреться в этом горшке но вдруг если разрастутся то уже буду рассаживать по отдельным горшками или даду такой побольше какой я взяла грунт грунт специальный для выращивания овощных и цветковых культур и здесь написано что суда входит высоко эффективная экологичная чистая поживная то есть питательная смесь готовая к выкористанию то есть к использованию для выращивания всех видов цветковых ягодных овощных рассад и декоративных такомнатных растений вот нам такой подойдет смотрите разрезала пакетик с такой калой и сейчас давайте посмотрим какой же что тут у нас зародыш вот даже не луковица видит такой вот шишечки написано садить по ростками вверх так подозреваю что вот это были паруски небольшая хорошо так теперь такую калу я освободила тоже нет вот такую структуру вот вот эта верхушка судя по всему ну и тут похоже такая самая большая пикассо это самая маханька и в такой тырсе они хранят значится глубина посадки 5-7 сантиметров написано это на каждой высота этого 30-50 цветка 30-50 а это 40 на 60 хочу ее посередине посадить а эти будут по бокам так освещение должно быть солнеч солнышко и вмеренное солнышко с более такие не солнцелюбивые ну что приступим сейчас я насыплю сюда земельку сделаю луночки и посажу каждую такую вот бубочку высыпаю первый стаканчик хороший чернозем второй стаканчик распределяю по всей посудине 3 стаканчик заполнила я грунтом 10 таких стаканчиков получилось и сейчас с помощью вот такой вот штучкой буду делать луночки для наших бубочек 5-7 сантиметров до возможно этот горшочек маленький возможно мы сама суть в том чтобы посмотреть вообще с эпицентра прорастут ли они или нет так зайдет туда да вот смотрите туда ближе покажу вот посадили и нальем туда водички при посадке должно быть обильное такое поливание вот наливаем вот столько воды в луночку и засыпаем сильно притрамбовывать я не буду но там дышала то же самое я делаю луночки по бокам ближе с ними вот здесь и тут естественно можно это делать пальчиками ручками сама суть сам прикол вот вот этой штучки это так симпатично очень удобно кстати это кола как вы видите она совсем маханька и а такой цвет красивый очень хотелось бы чтобы с нее что-то получилось уже наливаю туда водичку прикармливать их уже можно удобрять когда появится что-то там листочки уже прорастут то одним кормом а потом когда уже бабочки какие-то завяжутся уже можно прикармливать удобрением для цветочных растений на для цветочков вот управляем уже наливаем и закапываем сильно я не притрамбовывать сейчас еще два стаканчика насыплю как раз у нас получится что они будут где-то на глубине 5-7 сантиметров вот один стаканчик грунт такой видите он вообще черненький и уже влажненький так распределяю комочков нету никаких в этом грунте еще можно грунт размер размешивать с песком я решила что будет пока вставляю такую рыхлую землю можно еще вот так вот граблями поделать исправить игрушечные инструменты можно поиграться все я оставляю на более солнечное место в квартире и теперь я буду поливать где-то смотреть через день через два дня чтобы грунт был влажный через неделю примерно я сниму вам продолжение видео что-то изменилось за эту неделю появилось ли что-то так пока не зацветет кала но будем надеяться что зацветет что продолжение следует не переключайтесь итак друзья прошла неделя я увлажняла по чуть-чуть грунт но что же я наделала надо же было всю информацию посмотреть как высаживать правильно калу клубни калы надо было оказывается прочитать прогуглить в интернете посмотреть на ю тубе не знаю найти больше информации той информации что на упаковке недостаточно что посадить на 5-7 сантиметров что они любят солнечную или полутеневую сторону этой информации недостаточно я подозреваю что эти клубни могли уже тут просто загнить сейчас я буду их доставать у меня уже тут что-то другое начало расти и получается что глубоко их закопала о боже где они достану лопатку буду искать аккуратненько и буду сейчас рассматривать козже слава богу она не сгнила но я очень глубоко посадила но она не сгнила так хорошо короче смотрите на я их очень глубоко посадила но слава богу она не сгнила потому что я посмотрела информацию что вот так вот как я заливала водой так делать нельзя потому что сказали что могут сгнить реально как вы видите тут проросло вот маханьки вот проростки и даже пускают корни это хорошо но еще прикол в том я их глубоко все-таки посадила надо их чуть-чуть прикапывать то сделать небольшую лунку и чуть-чуть прикапывать и когда корни уже вырастут больше и вот эта пимпочка станет выше сантиметра то есть наверх еще засыпать просто земельки то есть таким этапом вот так вот я должна посадить вот так вот слегка прикопать и все если сильно глубоко сидит вот этот клубень калы он может прорасти не сгнить если повезет как в моем случае но цветка не даст он будет просто листья пускать пускать а когда вот так вот наверху больше то есть вероятность что моя вот эта низкорослая кала прорастет так давайте посмотрим остальные честно я очень боялась что там все печально посмотрим как тут у меня поживают что тут у нас творится тут тоже слава богу все в порядке ну чтобы она там что-то начало как-то действовать я пока не вижу слава богу тоже жива тут тоже все нормально и какой-то происходит там тоже у него действия все хорошо что я делаю на данном этапе эту лишнюю землю пока я вот так вот в стороночку убираю земля рыхлая она такое должна быть влажновато рыхлая я сейчас их опять посажу но уже не так глубоко и оставлю вот место достаточно вот поверхности конца вот этой посудины оставлю достаточно места чтобы досыпать потом землю так делаю небольшие лунки сажен назад слегка засыпаю тут также делаю небольшую луночку слегка засыпаю по сторонам притрамбоваю повторяю такую же манипуляцию с этой и я не поливаю пока не прорастут листочки когда появляться листочки я больше досыплю земельки и начну уже потихоньку поливать когда листочки прорастут уже такие на 3-4 сантиметра то тогда начинаем уже обильно поливать и подкармливать но обильно в плане того чтобы вот такой по краю поливаем сильно не заливаем и следим чтобы почва была такая влажная вот ну что слава богу за неделю ничего не случилось я успел вовремя что не повторяйте моих ошибок вот и ждем теперь когда прорастут я вам покажу это позже всего спасибо всем за внимание и удачного вам разведения ков